Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня опять на Баркасе Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». О чем же будем сегодня говорить? К нам приходят вопросы, они касательно вот какой темы. Мы записывали с тобой циклы державности, и в одной из бесед ты упомянул, что в державе не было инвалидов. И вот нам задают вопросы, которые можно смысл их в сжатом виде так донести. А чего с ними делали-то, с этими инвалидами? Их как в спарте с обрыва в море кидали? Или, может, их еще как-то утилизировали? Почему такое вот плохое отношение к инвалидам? И вот хотелось бы с этим вопросом подробнее разобраться. Насколько я помню, в этом вопросе был еще приведен пример о том, что один волк якобы в каком-то фильме приговаривал женщин, которые рождали таких вот неполноценных детей, к смерти и ребенка самого, и саму женщину. Вот где появился ребенок, у которого шесть пальцев на руке, его придавали огню, и женщину также бросали в огонь. И, естественно, встает вопрос, вы же что там, такое предлагаете вашей державе? Вообще, а ты думаешь сам, как поступали в таких случаях, и вообще, что делать в таких случаях? Ну, тут, опять же, кажется вопрос такой, ну, типа, скажи там, да, так, или да, нет, и все. А на самом деле он вопрос, ну, его можно очень долго обсуждать, и попробую в очень сжатом виде свою точку зрения выдать. Как я на данный момент это понимаю? Да, сейчас мы видим, что большое количество приходит детей с отклонениями, или за период своей жизни люди так проживают эту жизнь, что они сами, либо им жизнь помогает, либо они сами себе помогают стать инвалидами. Ну, можно это уже слова разные подобрать, там, несчастный случай, и так далее, и тому подобное. Но обычно вопросы вот такие, которые считаются вопросом на засыпку от таких вот людей, которые вот не могут понять, почему такой мир несправедливый, звучит таким образом, что вот ребенок родился только что, и уже инвалид. То есть вот разберем такой самый сложный случай. И казалось бы, действительно, если взять нашу обычную жизнь, вот эту вот, в которой мы живем, то вроде бы, ну, это какая-то несправедливость полная. Чем он заслужил, если кто-то рассказывает, что есть там какой-то бог, какие-то боги, какой-то там, как назвать там, общий, самый главный Всевышний, то почему какая-то несправедливость происходит. Так вот, ответить с позиции одной жизни, рассматривая одну жизнь, на этот вопрос будет очень сложно. Это равносильно, как вот, чтобы видеть картину целиком, надо иногда смотреть со стороны. И вот если мы рассматриваем себя, вот, простим, как муравишка, который ползает по большой-большой картине, то он ничего не поймет, что там нарисовано. Он ползет, у него просто пятна меняются. А вот если бы со стороны посмотреть, будет видно. Так вот, я, чтобы на другой опыт не ссылаться, я попробую на свой опыт сослаться. То есть у меня тоже есть, вот, например, дефект такой, ну, то, что можно считать дефектом. У меня вот внизу зубы, они там кривые. Наверху вроде ничего, а вниз кривые. И тоже можно сказать, чего за несправедливость такая. Когда я начал с этим делом разбираться, выяснился момент, что в одной, там, это можно сказать, прошлой жизни, или в одной из параллельных жизней, а может, там и не в одной, но пока я докопался до одной. Ну, я, как это назвать там, обманывал, я кривил, вот, слово подходит. То есть я искривлял своими словами факты и события так, чтобы себе избегать выгоду материально. Ну, вот, за этого теперь я вот, помимо, как говорится, еще каких-то штук, которые мне предстоит отрабатывать, осознавать, у меня есть кривые зубы. Как говорится, самое видное место, лицо, вот, посмотри теперь, чего ты надел на себе любимом. Вот то же самое касательно и других увечий у человека. То есть ты можешь понять, почему у него то или иное увечья, только когда будешь рассматривать целиком все, что он до этого прошел и как он это проходил. К сожалению, у нас опыт очень ограниченный, очень упрощенный, можно сказать так, что посеешь, то пожнешь. Соответственно, возможно, в предыдущей жизни человек, который сейчас стал инвалидом, он помогал другим людям становиться инвалидом. Помогал, слово тут надо, конечно, брать в тавычку. Может, он работал в инквизиции или еще где-то, но схема такая, что посел, пожни и пожни на себе. И теперь получается еще какой момент. Есть вроде бы понятие, что, и бывает, приходят очень мощные, такие сильные, чистые души, которые решили на себе все это испытать, как инвалидность. И вот они, соответственно, это испытывают на себе. Но опять же, тут был у Алексея в передаче парень, который вот с астрологией, что-то про астрологию рассказывал. Он сказал интересный момент. Вот людям почему-то они пытаются на себя все хорошее вешать, а все плохое тут же отметать. И вот если скажешь человеку, такой вот есть вариант, что инвалид либо потому, что он сам виноват, либо потому, что он настолько святой, что вот он решил чисто на себя примерить вот эти испытания. Конечно, все будут, наверное, там ближе к 100% говорить, что вот, блин, точно значит святые к нам пришли. Но все-таки надо сначала склоняться к первому варианту. Это вот применительно к тому, что происходит на данный момент, я рассматриваю. То есть мы в каких-то, так сказать, прошлых жизнях отклонялись от курса правильного, от жизни по праве, использовали свою свободную волю в корыстных целях. И вот к нам, соответственно, пришло наше же посеянное зло. И мы на себе его примеряем. Теперь, что касательно вопроса по поводу того, а чего делали с инвалидами держави. Вот то, что я перед этим рассказал. Если применительно к державе, туда вот вернуться в те времена, когда люди были ведущими, осознающими. Или, по крайней мере, они могли сходить к человеку, ведущему, который жил у них же тут же, и у него проконсультироваться по поводу там, с кем семью создавать и тому подобное. То есть при таком уровне осознанности, который был, люди проживали свою жизнь, большая часть людей по праве. А когда ты живешь по праве, то твоя жизнь при такой, твоей жизни, становится лучше. Твое потомство приходит более сильное, более светлое, более осмысленное, более здоровое. И поэтому шанс, что в державе рождаются инвалиды, очень мал. А если туда кто-то и приходил, какой-то сильный дух, для того, чтобы получить испытание, как инвалид, то и он это знал, и другие это знали. И поэтому ответ тут, к сожалению, не то, что их куда-то там, как это называется, не к сожалению, а просто, не знаю, к сожалению, к сожалению. Мой ответ такой, что с моим уровнем понимания, какой на данный момент есть, я вижу, что в державе просто не было того, о чем предполагал вот этот человек, который нам писал, что над ними издевались, их убивали, сжигали и тому подобное. Я считаю, что там, во-первых, было большинство населения осознанно и, соответственно, жило по праве, соответственно, было потомство здоровое. А если приходили сильные, светлые духи, сущности с задачами пройти опыт инвалида, то все, в том числе и они, об этом знали и к ним относились, соответственно, по-другому. Вот мое мнение как-то так. Благодарю. Да, мнение твое понятно. Хорошо, ты рассмотрел кармические взаимосвязи. А еще там было указано о том, что многие ученые говорят, что есть инвалиды, которые получили это, называют, заболевание из-за того, что существовали родственные половые отношения. То есть, где-то кто-то не знал, а может быть, знал о том, что тем, с кем он входит в половой контакт, является близким родственником. И вот отсюда происходят такие нарушения. Я думаю, что в державе, где свои рода знают на много-много-много колен вглубь, такого смешивания, смешания кровей быть не может. Исходя из этого, я и сказал, что в державе такое невозможно. Я не противоречу тому, что было сказано до этого, исходя из самой сути вопроса. Невозможно в державе смешение кровей. Потому что, во-первых, никому в голову не придет это. А во-вторых, даже случайности здесь исключены. Все прекрасно знают, кто кому брат, кто кому сестра. И поэтому это не может произойти. Далее, существует еще одно нарушение, которое вызывает инвалидность, связанное с употреблением наркотиков. Сейчас наркота направо и налево продается в свободном доступе. Это любой алкоголь, это любое курево, но в любой подворотне вы можете приобрести и что-нибудь еще из других видов наркотиков. Да, конечно, с этим якобы борются, но борются очень и очень интересно. У нас сейчас не передача про то, как бороться с наркодельцами или как сейчас что-то изменить. Это, наверное, разговор другой. Однако, это присутствует. Раз присутствует, то мы получаем также генетические изменения, потому что любой алкоголь, любой наркотик, попавший в организм человека, производит определенные изменения. До сих пор очень мало людей знает о том, что женщина в этом отношении настолько уникальна, что алкоголь ей противопоказан вообще, что любой наркотик ей противопоказан вообще. Потому что яйцеклетки имеют определенное количество, ограничены в количестве, и они формируются не по ходу жизни женщины, а они формируются тогда, когда формируется ее тело. Уже тогда, когда последние месяцы пребывания в маминой утробе плод дозревает, там уже у девочки формируются яйцеклетки будущие. То есть, все уже заложено. Дальше они просто дозревают. И в этом дозревавшем состоянии, ну, конечно, не полностью дозревшие, иначе бы они выскочили, они находятся и по очереди они предоставляют себя для оплодотворения. Так вот, немногие яды могут туда попасть. А вот наркотические различные дела, в том числе то, что является исходящим из этилового спирта, туда попадает очень просто. тоже самое связанное с другими видами наркотиков. Наркотики очень хитрая такая штуковина, которые залезут куда угодно, в том числе и в те самые места. А это, извиняюсь, генофонд, наш генофонд, это наше будущее. И отсюда мы получаем какие-нибудь там говорящие уши, детей с одним глазом или вообще без глаз и прочих прочих товарищей сиамских близнецов ну и так далее. То есть вторая причина это употребление наркоты. Так вот в державе это также исключено. Раз это исключено, значит появление неполноценных детей, инвалидов, связанных с этим, также невозможно. Вот мой ответ, почему это невозможно. В державе, там, где человек во главе всего, невозможно уничтожение человека. Ну просто невозможно. Раз нет этого, значит и не может быть последствий. Ну хорошо, представим, что что-то случилось, все-таки где-то что-то произошло. К примеру, произошло родственное кровосмешение. Что в этом случае происходит? В этом случае собирается совет, который определяет, почему это произошло, как это произошло, чья в том вина. Виновникам ставится на вид, виновники наказываются, если в том есть необходимость. А что делать с детьми? Ну не сжигать же их, не убивать их. А ребенок уже родился. В этом случае он будет продолжать жить. Если мы видим, что женщина или мужчина, которые совершили это деяние, приведшее к врожденному уродству, вырождению, другими словами, то в этом случае такие человеки или такие люди изгоняются из общины. Они переходят так называемую касту или разряд неприкасаемых. Они нарушили законы Рита, законы чистоты крови. И это привело к мучениям человека, который родился. Почему он мог родиться, Михаил рассказал, я сейчас не затрагиваю эту часть, я рассказываю про физическое. Но никаких умешивлений и уничтожений не производилось. Это не нужно. Дело в том, что продолжение рода у ребенка, который неполноценен в державе, невозможно. Ни одна женщина, ни одна девушка не выйдет замуж за неполноценного парня. Ни один парень не возьмет себе неполноценную девушку. Так устроено. Это не то, что какое-то пренебрежение к инвалидам. Нет. Инвалид получал все необходимое для его жизни и существования. Но просто ни один человек не станет с ним продолжать род. Это же сейчас тоже у нас присутствует в жизни. Нам просто пытаются толерантно доказать о том, что, например, голубые это норма, что брошенные дети это норма, что папа с мамой теперь не котируются, что есть родители один, родители два, это тоже норма, что мальчика можно одевать в девичье платьице, а девочку надо одевать в юнисекс или в мужское что-то, это тоже норма, смена полов это тоже норма, ничего страшного здесь нет, посмотрите мультики, посмотрите фильмы, послушайте эстраду, послушайте шутки с эстрадой или песенки с эстрадой, там это все в большом количестве, нам прививают, что это норма, нам рассказывают, что это норма, ничего страшного, ну подумаешь, родился неполноценный ребенок, ну с кем не бывает, ну всякое бывает, вы пейте, курите дальше, но если вам нравится сестра, ну давайте с сестрой, главное, чтобы вам было хорошо, возьми от жизни все, умри молодым, вот это вот вброшенный лозунг продолжает ныне существовать и в общем-то хорошо развивается и втягивает в эту вот бездну, уничтожение все новых и новых адептов, которые считают, что это нормально. Держава это не пренебрежение к тем, кто по каким-то причинам оказался в такой очень плачевной ситуации. Держава это то, что не позволяет создавать условия для мучений людей. В державе каждый человек, я уже говорил, это ценность и держава ради человека служит, ради человека существует, как и человек ради державы. Без каких-либо запретов, без каких-либо давлений, только на осознанности и здравомыслии. Поэтому появление там людей, у которых какие-то серьезные изменения генетические, невозможно, об этом я говорил. Если случалось, что это вообще это ЧП, но не убивали такого человека, зачем убивать, если он уже наказан? Зачем убивать, если с ним это уже произошло? Наоборот, он может быть назиданием тем, кто еще что-то, может быть, не осознал, что может произойти в том случае, если вы нарушаете простые поконы, простые заветы. Но зачем его еще убивать-то? Подумайте сами, что за дикость такая? Да, и ходят слухи такие, что в спарте сбрасывали со скалы каких-то там неполноценных детей. Я не знаю, насколько это достоверно. Мне неизвестно это. Но могу предположить, что Спарта это достаточно небольшое царство-государство, где каждый человек на учете, где постоянно с кем-то приходилось воевать. Ну, если верить официальным данным историческим, и лишний рот, он как-то вот потреблять будет всю жизнь то, что могут, например, съесть воины, которые защищают это место. Я это могу допустить, но это уже такой перекос, это уже такая необходимость, что край, дальше уже некуда. Но я не знаю, достоверны эти данные или недостоверны, потому что написать можно что угодно. Мы знаем писания и сказания о диких варварах, русах, которые всех уничтожали, всех убивали, кровожадные, дикари какие-то. Но, как выясняется, это ложь, кривда, неправда. Вполне то же самое может быть и про спартанцев. Поэтому ничего говорить про них не буду. Я знаю, что это существует такая версия, но правдоподобности ее осуждать сейчас обсуждать не собираюсь. Так что вот так вот. Несмотря даже на ту же привитую толерантность, которая везде декламируется и рекламируется, обратите внимание, большинство отцов уходит из семьи, когда в семье рождается неполноценный ребенок. Замечали это? Замечали. И в том случае, если вдруг отец остается в семье, это везде там показывают по телевизору, вот отец какой герой родился ребенок неполноценный, особенно если ты первенец. Он остался, вот он держит на себе, тянет на себе, его как пример всем показывают. Но все равно, несмотря даже на это, большинство людей расстаются. И вот этот неполноценный ребенок остается с мамой на руках. Это печально, это страшно. Но это как расплата за неправильный образ жизни, как и отца, так и матери, а может быть, как сказал Михаил, и самого ребенка, который когда-то в той жизни что-то накормовал страшное. Несмотря на всю толерантность, все равно мужчина, остается мужчина, у нее в голове где-то там вбито, что если у женщины родился неполноценный ребенок, это означает то, что женщина где-то в чем-то неполноценна. Я понимаю прекрасно, что многие мужчины, мужчинами сейчас трудно назвать, как они себя ведут. Пьянствуют, курят, употребляют наркоту, блудят направо-налево, да мало ли что вытворяют. И когда такой мужчина, из-за которого, кстати, этот ребенок мог появиться неполноценный на свет, уходит от жены, у которой родился, а жена может быть там у нее все нормально, по отцовской линии такая проблема идет. Вот это вообще для меня трагедия. Но, еще раз, я обращаюсь только к фактам. Факты говорят о том, что большинство семей остаются без отца, мать остается с больным ребенком на всю жизнь. Это есть. То есть, в генетике это заложено. Если родился неполноценный ребенок, значит, продолжение рода с этой женщиной уже быть не должно. Естественно, что в державе все то же самое и было, все то же самое сохранялось. Но убивать женщину, у которой родился неполноценный ребенок, или убивать самого ребенка инвалида, я не вижу в этом смысла. Это какая-то глупость, которая нам усиленно навязывается. Вот, наверное, так. Если я что-то упустил, или, может быть, что-то не раскрыл, ты, пожалуйста, вопросы задавай, или от себя что-то дополни. я думаю, стоит нам с этой темой на данный момент закруглиться. Если люди посчитают, что что-то мы раскрыли или раскрыли как-то не так, они могут написать под этим видео, и мы тогда дальше и обсудим. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, за то, что ты поднял столь важную тему. Тема очень непростая, в ней рассматривается то, что затрагивает любого нормального человека заживое, но уж извините, какой вопрос прямой, такой прямой и ответ. Программа «Давайте поговорим для того и создано, чтобы рассматривать порой сложные вопросы, искать на них ответы, обсуждать темы, реплики, комментарии, которые пишете вы под нашими роликами и присылаете в нашу редакцию. Продолжайте делать то же самое, пишите свои вопросы, пишите комментарии, но опять же напоминаю, троллинг просто так фигня или еще какое-нибудь матерное слово без пояснения будет сразу удаляться, пресекаться, те, кто этим занимаются, будут баниться, потому что не место на наших сайтах, на наших ресурсах заниматься ерундой. Переход на личности, грубое отношение к своим приятелям или неприятелям, это уж я не знаю, в чатах Народнославянского радио не допускается. Поэтому не обижайтесь, если мусор мы будем удалять, а тех, кто мусорит, будем банят. Становитесь человеками и тогда все к вам будут носиться по-человечески. Благодарю всех еще раз за поднятую тему, благодарю всех за то, что пишете свои реплики и вопросы. Программа «Давайте поговорим» на то и создана, чтобы эти вопросы все решать. на 7 я с вами прощаюсь. С вами было Народнославянское радио Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Страна штурмовать далеко море посылала нас страна. КОНЕЦ